В рамках обращения к Федеральному собранию Владимир Путин акцентировал внимание и на создании в регионах научно-образовательных центров мирового уровня. Всего в России до 2024 года, согласно майскому указу президента, должно появиться 15 подобных центров. Один из них может располагаться в Арктике. 24 января этого года главы Нейнского округа и Архангельской области договорились об открытии научно-образовательного центра «Новые материалы и технологии для Арктики». Упор планируется сделать на разработку и изготовление материалов, техники и предметов быта для эксплуатации в арктической зоне России. Причем будут охвачены такие отрасли, как строительство, ремонт и эксплуатация морских судов, полярная авиация, иноземный и ледовый транспорт, добыча и транспортировка углеводородов, горнодобывающая техника, строительство жилья и дорог, арктическая энергетика, одежда и предметы быта для человека. Нейнский округ в этом проекте выступит своего рода международной площадкой для апробации научных разработок. Как отметил в своем выступлении Александр Цибульский, появление в Арктике такого центра даст импульс к экономическому и социальному развитию северных территорий и в частности Нейнского округа. Кроме того, будут созданы новые рабочие места, что поможет остановить отток молодежи и сделает регионы привлекательными для научных сотрудников. На самом деле, не открою секрет, если скажу, что мы работали в этих двух направлениях параллельно. И каждый из нас имел довольно большие шансы на успех, и, честно говоря, наверное, каждый из нас реализовал бы их параллельно. Но в нашей части мы всегда рассматривали свой научный центр, такую практическую площадку для уже имплементации научных наработок, и нам не хватало вот этой фундаментальной научной составляющей. И мы бы, конечно, еще раз повторю, реализовали бы и реализуем, на самом деле, с помощью, с Архангельской областью или с федеральной помощью, без федеральной помощи. Для нас это важное направление, мы это сделали. Но когда мы сложили вот эти два проекта вместе, мы понимаем, что совершенно другая синергия, совершенно другая эффективность у этого проекта получается. Тогда это действительно получается серьезный научно-образовательный центр международного уровня. А мы, на самом деле, когда говорили, когда смотрели по поводу организации площадки на территории Ниньинского автономного округа, мы ее изначально рассматривали как хорошую международную дискуссионную площадку и площадку для имплементации научных разработок. Проект создания научно-образовательного центра «Новые материалы и технологии для Арктики» в мае будет представлен президенту России Владимиру Путину.